Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это видео посвящено мультиплееру в XCOM 2. Рассказал вам об игре, сделал обзор, но надо и посмотреть сетевые матчи, потому что всё-таки первая была славна своими сетевыми матчами. Думаю, сейчас тоже многие люди играют в них. Проводились турниры, чемпионаты. Я вам делал даже всякие гайды по всяким стратегиям игры в сетевые матчи в первом XCOM. Ссылка опять же появляется в верхнем правом углу, можете сходить посмотреть. Теперь же хочу вам рассказать о том, какой мультиплеер во втором XCOM. Ну, начну с того, что возможностей никаких новых в сетевых матчах не появилось. В общем, Фераксис почему-то продолжает забивать на мультиплеер во всех своих играх, хотя именно благодаря мультиплееру в той же Циви, например, держится большое количество играющих онлайн. И, например, глядя на недавние вышедшие Gremlins Incorporated игру, где офигенно создатели поработали над тем, чтобы люди играли именно в сети, XCOM 2 только даёт нам возможность посчитать победы и поражения. И такая появляется таблица лидеров. Кто больше победил, тот и молодец. Вот видите, в данном случае у нас тут на первом месте Росси, на втором... Ну, как-то рейтинг высчитывается, соотношение побед к поражениям, видите, отключениям. Кому это интересно набивать, я не знаю, потому что точно так же оно было и в первом XCOM. Что было бы интереснее, чтобы здесь были, во-первых, статистика, какие вы юниты используете. Не только вы, но вообще все, например, вот этого юнита чаще использую, этих реже, да. Была возможность создавать чемпионаты и турниры. Этим все люди занимаются ручками. Всегда вот создаются какие-то группы, ну, типа как моя группа. Там создаются турниры, кому интересно, там, либо на выбывание, либо чемпионаты. Почему Фераксис не хочет это все впихнуть в свою игру? Это что, какие-то проблемы с созданием всего этого, поддержанием? Нет, конечно. Тем более, что в отличие от Цивы, где там несколько человек могут играть в игре, здесь всего лишь два человека, один против другого играет. И поддержка этого сетевого матча не требует каких-то офигенных знаний в сетевом коде или создания серверов, тем более. А вот, чтобы людей задержать в игре, чтобы люди пытались побеждать в чемпионатах, как-то... Ну, потому что вот здесь, ну, блин, просто набивать победы, по-моему, это тупо, откровенно. Тем более, что, вот видите, например, Ивкота, он занимается тем, что как только видишь, что он проигрывает, он отключается от игры. Видите, у него 80 отключений, например. Или вот Grandmaster Flash, 137 побед, одно всего поражение, зато 83 отключения из игры. Ну, то есть, тут нету никаких возможностей как-то наказать, репорт написать. Это вообще все придумано уже в сетевых играх по Доте, по League of Legends. Там это все придумано, вы просто посмотрите, как сделано там и внедрите в свою игру. Но Firaxis предпочитает зарабатывать на аддонах, которые добавляют шортики и маечки в XCOM. Вместо того, чтобы, например, ввести какую-нибудь, да, ту же подписку, не знаю, доллар в месяц. Потому что если вы внедрили отличный функционал, и люди им пользуются, то они будут готовы платить в месяц какую-то сумму. Но, как будто и этого мало, проблемы в самой игре. Сейчас я вам покажу один из своих матчей. Точнее, я провел только один матч, и сразу понял, в чем проблема в мультиплеере во втором XCOM. То есть, на данный момент практически он неиграбелен. Ну и дальше объясню, почему. Вот, в общем-то, я начинаю рейтинговую игру. Мне как-то там рандомом нашли соперника. Выбрал себе такую вот команду. Особо не обращайте внимания, я первый раз играл. Поэтому, знаете, взял обязательно Фантома Рейнджера. Просто хотел невидимым бегать по полю. Ну, посмотреть вообще, как это будет работать в данном случае. Потому что в первом XCOM был примерно такой аналог. Но тут немножко по-другому все. И нескольких бойцов-инопланетян. В первую очередь, я просто хотел посмотреть, как мультиплеер работает. Стабилен ли он, находятся ли игры и тому подобное. И тому подобное. Ну, там, балансировку. Как, тем более, что тут карты теперь генерируются рандомно. Ну, давайте я ход соперника пока пропущу. Значит, что здесь изменилось по сравнению с первым XCOM? И в моем понимании это сделано правильно. Все юниты у вас, собственно, XCOM-овские. XCOM-овские юниты у вас разделены на два подтипа. В первом XCOM вы сами могли там выбирать, какое оружие вам брать в руки. Что там одевать и прочее. Здесь этого ничего нет. Вы только выбираете из двух подтипов. Вот в случае, например, специалиста, это тот, кто заточен на лечение или тот, кто заточен на взлом механических всяких соперников. В случае со снайпером, там вообще, конечно, странно, но, наверное, тоже будут какие-то стратегии. Он либо заточен на снайперскую винтовку, либо на пистолеты. Не знаю, зачем брать снайпера, заточенного на пистолеты, но, возможно, что-то такое есть. Ну, а инопланетные юниты, конечно, там нету такого разделения, потому что у всех инопланетных юнитов своя особенность какая-то определенная. Поэтому там просто берете или нет. Так вот, проблема здесь будет в балансе. На самом деле, похоже, создатели XCOM'а сетевую составляющую в плане баланса не проверяли вообще никак. И я с этим столкнулся сразу же в первой игре. Потому что здесь получается, что нету смысла особо выбирать из юнитов. Надо брать одного определенного юнита, с ним проделывать определенные вещи, которые я вам тоже дальше покажу немного. И все игры будут, походу, на это заточены. Ну, вот видите, я тут кодексом занимаюсь разведкой. Просто у него офигенная способность телепорт в любое видимое нам место. И вот заканчивается таймер. Кстати, по поводу таймера... Ну, ладно, ход соперника я немножко тогда промотаю дальше. Во время этого хода соперника я стал подозревать, что что-то странное происходит. Потому что, видите, он кого-то там обстреливает у себя. Ну, во-первых, почему-то мне это показывается. То есть это какой-то баг такой, что по идее, что мне не должно это показываться. А во-вторых, у меня возник вопрос, а кого он, собственно, обстреливает. Еще один выстрел по кому-то. И опять мне это вот изобразилось. Ну, те, кто много играл во второй XCOM, прошел его, и кто обратил внимание на название этого видео, на полное название, тот уже понял, в чем прикол. Я же сначала решил, что, возможно, есть какие-то, не знаю, нейтральные юниты, которых можно еще обстрелить, которые мешаются вам. Ну, вообще, конечно, странно такое внедрение, но мне все равно не было понятно, кого человек там обстреливает, кроме меня. Такой, знаете, сам с собой играет. Еще у меня была идея, конечно, я еще подумал о том, что мне мог просто какой-нибудь отмороженный чувак попасться, который специально убивает свои юниты, а потом ливнет просто. Ну, так вот он развивается. Может, ему лень было играть, просто погадить другим, знаете, потратить время соперника, поразвлекаться убийством своих юнитов. Ну, знаете, разные люди в сетевых матчах бывают, особенно если ты с незнакомыми людьми играешь, которых тебе рандом бросает. И особенно если ты не можешь никакие репорты сообщать никуда. То есть в том плане, что им ничего за это не будет. Когда люди чувствуют безнаказанность, они начинают совершать странные вещи почему-то. Вместо того, знаете, как анекдот, все надо в жизни попробовать, да, только при этом никто не пытается попробовать получить Нобелевскую премию, а все пытаются почему-то там, знаете, всякие наркотои закинуться и прочее. Ну, вот я тут бегаю кодексом. Хорошая вообще способность у кодекса. Во-первых, он телепортируется на очень хорошее расстояние, главное, чтобы они вам были видны. То есть вот если вы их исследовали, то вам будет видно, куда отправляться. Во-вторых, он не... ну, она об этом чуть дальше. После этого своего хода мой соперник никого не убивал, и я уже уверился в мысли, что он все-таки делает это намеренно, и это что-то ему дает. Только все до сих пор никак не мог понять, что именно. И вообще уже прошло... идет четвертый ход, а я все никак его не встретил. Я начал думать реально, что тут какие-то очень большие уровни генерируются. На самом деле, конечно, уровни нормальные, обычные. Ну, может быть, по размеру чуть больше, чем в первом XCOM, но на самом деле, если бы он ходил, мой соперник, двигался вперед, то мы бы уже встретились. Но он не двигается вперед, это я вам сейчас говорю, уже проанализировав эту битву, а занимается улучшением своих возможностей. И, кстати, это все не читерство, как бы, это все оставлено разработчиками, ну, из-за того, что они нифига не балансировали сетевой режим. И дальше я, собственно, объясню, почему из-за этого невозможно будет в мультиплеере на данный момент играть. Ну, а с другой стороны, все выглядит довольно технически хорошо. То есть, нету каких-то багов, вылетов, все у меня тут шустренько бегает. Выбор бойцов удачный, то есть, не в плане, что я хорошую команду подобрал, а в том плане, что вы довольно быстро можете себе команду подобрать, выбирать себе под свой стиль игры разных бойцов, не знаю, там, разные юниты. И это, хочется верить, что это все-таки сделает сетевой режим интересным. Ну, а тем временем, как видите, мы встретились. Правда, мой соперник меня не видит, потому что я его юниты вижу своим рейнджером, который, как бы, находится в маскировке. Я его выдвинул вперед, за счет этого я вижу его юниты, я вижу уже специалиста. У него вот второй специалист, это важно, обратите внимание на специалистов. Вот у него один щитоносец, один у него командир адвента и один, по-моему, просто солдат адвента. Пока самую важную часть мы не видим, и вот она, собственно, появляется. Вот появляется под защитой кодекс, один кодекс. На самом деле, их у него уже как минимум четыре. Вот видите, он перетелепортировался за моего рейнджера и увидел моего рейнджера. С моего рейнджера спала маскировка и начинает его обстреливать. Так вот, проблема в том, что кодекс может клонироваться. Как только по кодексу кто-то попадает, то появляется клон кодекса, который забирает половину здоровья, соответственно, и появляется еще один юнит. Как вы понимаете, здесь очень простая стратегия игры. Во-первых, надо взять хотя бы двух специалистов, кстати. Ну, даже, я бы так сказал, двух специалистов достаточно. Вот видите, уже третий кодекс на меня напал. Одним кодексом он телепортировался, выстрелил. Вторым кодексом он у меня разоружил оружие. Третьим кодексом, вот он сюда перепрыгнул, меня обстреливает. Тут я уже, конечно, как бы не очень начал врубаться. Кодекс стоит две тысячи очков. Для того, чтобы участвовать в рейтинговой битве, вам дается десять тысяч очков. То есть, если у него четыре кодекса, значит, он уже восемь тысяч потратил. Откуда у него еще куча бойцов? Так вот, он просто взял одного кодекса, как я. То есть, у него примерно такая же команда, как у меня. И первым ходом по нему, ну, там, гранату кинул, ракету запустил. Кодекс располовинился. Следующим ходом он в этих двух кодексов еще выстрелил. И эти кодексы опять располовинились. При этом он использовал своих специалистов, я думаю, тоже вы об этом догадывались. Каждый ход просто леча их, вылечивая, вылечивая эти кодексы. То есть, он получил к тому моменту, как мы встретились, собственно, четыре совершенно здоровых. Ну, у них там одного хитпоинта нету на самом деле, но это совершенно не важно. На них он поставил защиту от адвента-щитоносца. И у него, то есть, у него было шесть юнитов, считайте, у него сейчас их девять. На самом деле, он еще больше может взяться, потому что специалисты лечат четыре раза. И вот вам, пожалуйста, спам-кодексами. Он прыгает ко мне. Может двумя кодексами мне разоружить оружие. Более того, кодексы не своим телепортом, они не провоцируют овервотч, то бишь наблюдение. То есть, те юниты, которых вы поставили в наблюдение, они все равно по кодексу стрелять не будут. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Вот видите, я сейчас попытался тоже своего кодекса раздвоить, располовинить. Ну, я просто догадался, как действует мой соперник. Сейчас попробовал то же самое сделать. И достаточно, на самом деле, взять одного кодекса. Даже, наверное, 3 специалиста лучше брать, чтобы их быстрее лечить. Еще раз повторю, специалиста 4, по-моему, 4 возможности лечить. Для этого тоже достаточно вполне. И сила у кодекса очень неплохая. У него плазменное оружие. И о чем это все говорит? О том, что Фераксис просто не проверяла никак свой сетевой код на предмет баланса. Об этом уже я полазил по форумам, посвященных XCOM. Все это уже обсуждается, что нифига это не работает. То есть вы меня можете спросить, так, а почему ты считаешь, что мультиплеер, значит, не играбельный из-за этого? Ведь, собственно, ты точно так же можешь такую же команду собирать. Да, так в том-то и дело, что если вы будете собирать одинаковые команды друг против друга и вдвоем использовать спам кодекса, то в чем тут играбельность? То есть вы одинаковыми абсолютно командами играете друг против друга с одинаковым вот этим раздвоением, располовиниванием кодексов. И в чем тут интерес? В чем тут стратегия, тактика? Как вы... Что тут нового и интересного? На самом деле надо, конечно, очень сильно увеличивать просто стоимость кодекса в очках, чтобы он стоил намного дороже. И тогда... Или вообще его может убирать из мультиплеера, потому что вот это раздво... Или нельзя, знаете, ввести какой-нибудь, как типа, как в Darkest Dungeon, что нельзя в командах иметь бойцов каких-то, да, одновременно. По-моему, тут хорошая идея, например, чтобы нельзя было в команде иметь и кодекса, и специалиста одновременно. Но пока все силы Firaxis направлены не на мультиплеер, да даже... Они вообще только один патч, собственно, выпустили по изменению каких-то в игру. Все остальное это какие-то хотфиксы. И зная отношение Firaxis к своим продуктам, я очень сильно сомневаюсь, что они будут как-то мультиплеер менять. Хочется верить, что они прислушаются к игрокам. Но пока, по-моему, ну вот вы можете поиграть в сети, вот используйте эту тактику. Возьмите себе, например, сразу два кодекса, двух специалистов на лечение. Ну, добивают моих кодексов потихоньку. Обязательно, конечно, щитоносца Адвента. То есть вы плодите как можно больше кодексов, и как только наступает время воевать, щитоносцам ставите им еще щит. Щитоносца куда-нибудь туда вдаль убираете, чтобы его невозможно было убить. И своими кодексами просто прыгаете к сопернику. И так как после телепорта у вас еще остается ход, то вы, естественно, пытаетесь накрыть как можно большее количество юнитов соперника, выключая ему оружие, чтобы он был вынужден перезаряжаться. А остальными пытаетесь убивать юниты, которые на открытой местности стоят. Ну и вот здесь народ на форумах по этому поводу тоже сетует, что в принципе-то технически все выглядит очень неплохо. То есть и карты генерируются интересные. Ну, я вам об этом говорил еще в обзоре, что неплохо все это так создано. И юниты в принципе разнообразны. Но так как вообще не проводилось никакого теста, да, у меня такое ощущение, что вообще Фераксис забивает на тестирование баланса в своих играх по-хорошему. И все считает, что ему... Ну, вообще это правильное мнение, что игроки это все поправят. Хорошо, но еще и такая медленная реакция на поправки игроков, она о многом говорит. И говорит о тех приоритетах, которые Фераксис расставил в плане развития своей игры. И вот это все очень грустно на самом деле. То есть получается примерно та же проблема, что и в лобби Цивы. Если вы с рандомами пытаетесь играть в Циве, то ждите, что он ливнет, да. А здесь в XCOM ждите, что он будет спамом кодексов заниматься, ну или вы. И выход получается опять же только в том, чтобы искать соперников среди друзей, с ними договариваться. И договариваться, что они вот, например, такую тактику использовать не будут. Ну, потому что я считаю, что это какое-то читерство по-хорошему. И тут кто быстрее прыгнет, я сейчас просто ищу, где тут чат. Я хочу, в данном случае, попытаюсь спросить у соперника. Я просто еще не догадался, каким образом он кодексов вылечивал. То есть я понял, каким образом он сделал кодексов несколько штук. А вот каким образом он их еще почти с полным здоровьем ко мне отправил, это я сначала не догадался. А потом уже, когда анализировал игру, допер, что он специалистов использовал. Да, кстати, чат в игре почему-то включается буквочкой J. Чтобы вы знали. Я что-то долго думал, там, табуляция, Enter. Ни фига. Так вот. Надо договариваться, опять же, с друзьями. Опять Фераксис нас заставляет все руками создавать. Какие-то турниры руками создавать, а не в самой игре это делать. Опять вводить какие-то правила, типа того, что, ну, знаете, как в Циве. И нельзя, там, использовать баг с, там, война, мир с городом-государством, чтобы его захватить и так далее и тому подобное. То есть это все, на самом деле, довольно просто патчами и исправляется. Ну, нет, Фераксис это нафиг не надо. Они почему-то не хотят мультиплеер поддерживать. Так и здесь, в XCOM 2. Вот игроки уже нашли такую беспроигрышную стратегию. Я вот не знаю, зачем вот человеку, вот, почему ему интересно таким образом продолжать играть. То есть тут уже понятно было, что он выиграл именно в тот момент, когда... А, да, кстати, к сожалению, нету, опять же, в XCOM, вот тут нету возможности сдать игру. То есть я только, я только могу выйти из нее. То есть, как бы, получается, что нас опять заставляют, ну, что ли, нарушать правила, выходить из игры. Нет, чтобы просто вот была возможность. Я признаю поражение, например, да. И все, вы сдались человеку заслуженная победа, вам заслуженное поражение. А вам же, вместо этого вам просто запишут, что вы, дисконнект у вас, что вы вышли из игры. Так что, ну, тут много вопросов. И самый главный вопрос, что, ладно, вот эти все проблемы, они, ну, всегда во всех играх, в новых все есть. Но проблема в том, что не хотят как-то вот разработчики этим всем заниматься. Они занимаются аддонами, которые шмотки добавляют. То есть все, что угодно, кроме самой игры. Они не хотят как-то вот какими-то дополнениями в игре, или улучшениями в игре, или вот баланс в игре, или чтобы люди какие-нибудь турниры проводили вот внутри игры, а не сами по себе. Ну, вот видите, я нашел где тут чат, наконец-то начал общаться с соперником. Ну, я просто хочу сейчас уже закончить. Так, вообще, битва дойдет до конца, вы ее можете досмотреть, если хотите. Ну, так вот, наше общение было о том, что я его спросил. Мол, я понимаю, как ты кодексов клонируешь, но что ты делаешь для того, чтобы они вылеченными были, ну, с полными здоровья. А он мне на это ответил, что, типа, не хочу это говорить, пускай ты сам додумаешься, но это никакие не читы, а использование возможностей игры. Такой прям парень-загадка, прям хоть додумайся сам. Знаете, такое ощущение, что вот человек открыл что-то, что ему принесет кучу славы и почета, и он не хочет ни с кем этим делиться. Какая бы секрет Полишинеля. Ну, в общем, к тому, что получается в итоге, что в лобби с рандомами лучше не играть, потому что вот вы можете наткнуться на такую стратегию. Тем более, из-за этого в лобби, собственно, и не так много игр теперь будет. Не, ну, конечно, если вы хотите пойти в лобби и понагибать всех, вот используя этот спам кодексов, то, конечно, вперед. Хотя, я думаю, что после моего видео таких желающих будет дофига. Будете там друг с другом кодексами биться. Кто быстрее, кому оружие отключит, то ты самый классный чувак окажется. В общем же, по-моему, мультиплеер до следующих патчей на данный момент неиграбелен. Либо вы заранее будете обговаривать правила, например, вот не использовать кодексов, или не использовать кодексов вместе со специалистами. Я просто считаю, что кодекс слишком дешев в данном случае. Я бы вам рекомендовал просто кодексов не использовать. Вот. Если будете договариваться и играть так, то тогда вполне можете получить удовольствие. Ну, а на этом все. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Канал Леша играет. Канал Леша играет. Канал Леша играет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...